В сегодняшнем видео мы подробно и без воды решим вопрос, как же все-таки правильно заряжать свой телефон, чтобы он прослужил как можно дольше. Правда ли, что быстрая зарядка вредит батарее телефона? На примере, то есть на презентации телефона, производитель заявляет, что исходя из тестов, эта модель сохранит до 80% емкости аккумулятора, пока после 1000 циклов зарядки. Но такие тесты мы всегда знаем, что проводятся в лабораторных условиях, то есть при идеальной температуре, стабильном напряжении и также на телефонах с минимальным количеством приложений, а значит не имеет ничего общего с реальной жизнью. Вреден не сам факт быстрой зарядки, а температура, поэтому да, при помощи зарядки выше 33 Вт неизбежен повышенный износ. Заряжать телефон ночью вредно. Фактически это так, но не факт, что телефон постоянно будет заряжаться с 99% до 100%. Из-за этого батарея будет изнашиваться быстрее по нескольким причинам. То есть при наборе последних процентов заряда телефон всегда понижает скорость зарядки, а зарядка малым током не наносит большого вреда. Если отключить телефон от зарядки и не пользоваться им, время за которое он потеряет 1% будет больше 3-4 часов, а значит за ночь таких подзарядок будет максимум 2. И батарея телефона это не бензобак, поэтому перелить топливо не получится, поэтому современные телефоны давно научились регулировать подачу напряжения и заставить аккумулятор полностью зарядиться у вас не получится. Заряжать телефон полностью нельзя. Можно, но вообще разряд в ноль наносит батареи больше вреда, чем зарядка до 100%. Это случается по чисто физическим причинам. То есть ячейки, из которых состоит аккумулятор, они могут выйти из строя, что приведет к неравномерному износу батареи и сокращению ее общей производительности. Поэтому уместно заметить, что при долговременном хранении любого устройства с АКБ, ему время от времени нужно подключать к зарядному блоку, сохраняя процент заряда приблизительно на 50%. Какие зарядные блоки лучше использовать? Вообще любые. Главное, чтобы блок был качественным, ведь в подделках часто экономят не только на материалах, но и на средствах защиты от перегрева, скачков напряжения и так далее. Но под качественным блоком я имею ввиду блок, произведенный известным производителем. Поэтому, если сомневаетесь, приобретите любой из блоков от Xiaomi, Apple, Realme или Samsung. И теперь, как правильно подключать телефон к зарядке? То есть в идеальном мире процесс выглядит так. Первое, подключаем блок без провода к розетке, подключаем кабель питания в телефон, и только потом подключаем кабель к зарядному блоку. То есть это уменьшает вероятность возникновения искры, но актуально только при износе тактов кабеля. Можно ли использовать телефон, который заряжается? Да, в принципе, такой вариант использования не предусмотрен. Но опять же, помним о температуре. Вредно для батареи нашего телефона. Чем менее требовательной к производительности будет задача, которую вы выполняете на заряжающемся телефоне, тем лучше. Заряжать телефон нужно в диапазоне от 20% до 80%. Это, безусловно, так. Я вот так обычно всегда делаю. Поэтому, ребят, обязательно возьмите для себя на заметку и подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok